у нас сегодня разговор о чем бы вы думали про астрологию и я попрошу во первых нет не попрошу сначала я расскажу про контекст мы познакомились с татьяной с астрологом которую приглашают на телевидении у которой много-много десятков и сотни тысяч подписчиков так вот а мы познакомились с татьяной на курсе у андрея захаряна я старший куратор на курсе и татьяна моя студентка и у меня только хвалебные всякие слова про таню и когда я увидела я знаю что то не астролог и я открываю домашки тани таблички excel и думаем боже мой я в своем маркетинге и рекламе не всегда такие детализированные вообще скрупулезное внимание к таким деталям не всегда я так делаю и я так немножко прониклась к астрологии в принципе потому что но и в этом смысле идеальный наверное сейчас собеседник потому что у меня к астрологии такого типа анекдот что-то такое фольклор фольклор да 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 светлячок таким уже не существует ну примерно так вот я уговорила таню спасибо большое прийти в эфир и немножко поспредничать по астрологии провести расследование что же это такое и чем грозит в принципе закон который недавно вышел признание лжи наук это не закон это меморандум который выпустил российской академик наук да то есть это отношение к этой дисциплине класс таня я попрошу тебя представиться да спасибо большое женя но меня зовут татьяна ермолина и я в астрологии более 20 лет уже последние девять лет я консультирую и в общем то это основная моя профессиональная деятельность это консультирование астрологии и преподавание астрологии уже последние около семи лет последние последние семь лет я преподаю и ну что я астролог консультант преподаватель вот совсем скоро стану уже дипломированным психологом вот так что пытаюсь развиваться во всех смежных дисциплинах которые касаются человека видения человека видения это так красиво ты сейчас сказал это просто так минуточку а натальная карта это точно занимается астрология да конечно натальная карта и прогнозирование будущего это как бы такие два бриллианта астрологии прогнозирование будущее у меня сразу пожалуйста пользуйтесь моим скепсисом у меня огромный скепсис когда астрологи говорят мы прогнозируем мы можем прогнозировать будущее да же а в чем причина этого скепсиса вот что появляется после того как появляются сомнения и наверное даже сарказм не знаю возможно ну хотя я понимаю например сейчас уже будучи немножко взрослой как я надеюсь что скепсис это не результат какого-то опыта носка в какой-то теме да просто а может быть наоборот его отсутствие первопричина моего скепсиса как мне кажется это мое не не при блондинках будет сказано любовь к науке квантовой физики поэтому все а я еще с детства почему-то зачем-то изучала любила изучать и по сей день как в разных конфессиях и концепциях одна и та же идея трактуется и может быть я себе так ну не то что тешу мыслью но льщу себе что я немножко разбираюсь но в каких-то более доказанных и доказательных историях чем просто звезды хотя я звезды и обожаю и даже в сторителлинге у меня магазин камней я все время использую вот отсылки к мифам к сказкам но отношусь к прежнему к этому как сказкам мы же разумные люди типа да да ну что типа да конечно мы разумные люди кто же спорит они динозавры мобильные телефоны ну а где магия да 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 но магии то в том то и дело что в астрологии совсем нет магии да вот 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 ну ее нет нисколечко ее можно привнести и это уже зависит от того кто ее толкует кто ее интерпретирует кто пользуется этим символическим языком но по большому счету она не магична сама по себе астрология она построена во первых на естественном движении естественных небесных тел да то есть то что мы не можем оспорить это наличие планет которые движутся со своей скоростью по своим орбитам и астрология собственно говоря использует вот именно вот эти космические объекты и вскорость для того чтобы создавать определенное понимание что будет в жизни у человека я сейчас поняла сама себе сейчас продала идею астрологии я вспомнила ретроградные меркурий а да да а поскольку я поскольку я очень ленивый человек очень я все время стараюсь во всем находить какие-нибудь ну чё бы мне помогал и я прочитала про ретроградные меркурий однажды и значит я стала искать его плюсы я нашла что я нашла что в ретроградные меркурий выгодно делать всякие распродажи все что с приставкой ретроградные маркетинг и я стала устраивать акции во время ретроградных меркурий и они фантастически успешные почему-то и я теперь каждый раз я теперь каждый раз жду ретроградного меркурия потому что я его люблю несите мне его сюда ну вот но в этот раз у тебя все получилось а вот он буквально вчера вышел из ретоположения я его еще не отпускаю он еще мне делишки свои доделывать но верно все верно он только после 13 нас отпустит полностью поэтому в общем-то вполне себе ты права да то есть я не очень так как то есть я декларирую скепсис а сама во всю знаешь мне знаешь жень кажется вот что ты правильно декларируешь скепсис потому что взрослый человек ответственный да ты строишь свою жизнь ты несешь скорее всего какие-то обязательства не только перед собой но и перед близкими людьми перед обществом и собственно говоря вот если честно астрология только для таких потому что если человеку ничего не надо если у него в жизни мало ответственной и ответственности и ему абсолютно не нужно понимать что будет дальше да то есть вот просто просто планировать не нужно то зачем ему астрология зачем вообще забивать этим голову но живет он и живет как-то по наите сейчас хочу обратить внимание всех кто будет нас смотреть в записи и тани потом посмотри пожалуйста прямо этот кусочек сейчас была идеальная продажа вообще какого-то очень но в чем человек не уверен я сейчас шлю как методолог и сейчас было идеально из вот астрология для именно для таких если вы сомневаетесь астрологиями потому что это я прям аплодирую как рекламщик просто спасибо же не продажи как она должна быть объяснить через объяснение через класс так хорошо но я еще не не закончил на самом деле у меня была куда более широкая мысль и я понимаю почему ты скептически относишься к это мало того я могу тебе сказать что я тоже скептически отношусь к тому чтобы прогнозировать будущее но с другой стороны я понимаю как психолог который имеет все таки клинический укол психологии что естественная потребность нашего мозга это планировать то есть на самом деле как бы это не астрология придумала что мы планируем жизнь да прогнозируем ее а это необходимо для нашего выживания то есть все равно мы строим какой-то прогноз и благодаря ему мы планируем какие-то действия правда ведь да вот совершенно верно мы в основном конечно при этом опираемся на наш опыт на какие-то знания какую-то информацию которую мы дособираем для того чтобы у нас прогноз был более полноценным а план более рабочий так вот астрология на самом деле она не является информацией которая директивно по своей природе то есть она не говорит о том что нужно пресечь любой здравый смысл и использовать только то что нам спустили звезды с небес да как директиву она говорит о том чтобы наши планы более скажем так были эффективно реализованы нужно просто для этого подобрать определенное время вот как раз таки время нам покажет звезды это похоже тогда на прогноз погоды и когда мы собираемся куда-нибудь или там незнакомую страну мы смотрим какой там климат вот да вот поэтому если мы говорим про прогноз и план я только прогнозирование и планирование употребляю вот эти существительные в отношении астрологии я не употребляю предсказания потому что ничего не предсказывает астрология она предполагает что жизнь имеет большое количество вариантов развития сюжета любого но какой будет наиболее реалистичен какой наиболее для нас будет эффективен вот этот она может нам показать когда он будет или когда он не будет наоборот а мы хотели чтобы он в это время был все подстроили да но обстоятельства будут не за нас по сути дела здесь вот всегда танец до того что мы имеем план и мы его хотим реализовать и какие-то внешние обстоятельства которые то ли за нас то ли против нас по идее ну как бы совсем так если утрировать вот астрология показывает внешние обстоятельства а мы сами прекрасно со своими планами справляемся да мы прекрасно понимаем и вот когда мы вот в этом танце тогда наша жизнь планируема прогнозируема контролируема но на выходе счастливая на мне сейчас показалось что астрология в принципе это такая какая-то фишка для очень продуманов для очень однозначно для продуманов потому что мне кажется но очень рациональные люди или вот как у нас в инфобисе в большом говорят пока еще не заработал миллион ты просто трафика ли 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 да ты уже все инструменты там на каждой своей точке какой-то там один пять десять есть свои но набор инструментов и способов которые работают вот в этой зоне денег в этой зоне если ты ты уже вышел до какого-нибудь там условного от 100 миллионов миллиард туда 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 и употребляю неприличные суммы да у тебя заканчивается инструменты обычные и тебе надо что-то подключать необычное какие-нибудь метафорические карты какой-то магию да магию магию какой-нибудь интересного психолога какой-нибудь ароматерапию и прочее прочее потому что ну реально рационального какого-то не хватает и начинаются и наше же подсознание и минутка нейрофизиологии но все об этом знают что работает в тысячи раз быстрее чем наше сознание да это точно и обрабатывает больше там не знаю десятки или в сотни раз информации в одно и то же время да сознание и осознание да любой наверное чтоб я сейчас не выглядела как этот как мефистофель и вообще какой-нибудь магический человек который заявлялся что он рациональный мы но любой человек наверное угадывает уже по повороту ключа в каком настроении приходят домой домочадцы до родные близкие не обязательно близкие но бывает что мы например заходим в комнату и и там люди о чем-то говорили и и мы понимаем например что там говорили о нас да и все замолчали такие и или например кто-то нам пишет привет в чат а мы я например сразу понимаю по какому-нибудь привет нужно взломали да кто пишет да этот настрой да с чем он там привет поэтому приветствую мы понимаем в каком даже без единого смартфона ну вот я немножко это реабилитировалась сама себя хорошо то есть это история для очень продуманных да это история для контролеров по большому счету да чтобы они не мучили себя напрасными вопросами по поводу того что да как будет на самом деле вот это вот вот это совмещение внешних обстоятельств и наших планов она как раз ему дает ответ будет так вот так вот как ты хочешь но просто в это время а в это время ты немножечко жди да то есть вот такое хорошее планирование но с настолько напряжение сбрасывает ты знаешь я это честно говорю не потому что как бы мне хочется так астрологию продать вот потому что я много уже преподаю и беру обратную связь от людей вот они приходят абсолютно такие ну честно не понимающий как они вообще смогут сделать какое-то планирование у меня на курсе они плохо вообще понимают даже инструмент про с которым они будут работать но за курс они его осваивают а потом у них на выходе получается какой-то план и понятно что в качестве результата они предъявляют как раз таки вот этот план ну например на года прогноз на год но в качестве такого результата я бы сказала не оцифрованного да это же про отсутствие напряжения это же про ощущение что класс я хозяин жизни у меня есть пример мой прям вообще у меня день рождения 23 июля и это то ли рак то ли лев каких-то гороскопов а я иногда например когда я смотрю просто по настроению гороскоп на день типа или на месяц я смотрю кому больше везет в этом месяце раку или любви я тогда на этот месяц значит я рак или удобно я просто вообще да ну блин да это это про снятие напряжения совершенно верно и меня же вот ты меня не спросила меня часто спрашивать а как как ты пришла в астрологию да мне же было чуть-чуть чуть-чуть 20 когда я стала сниматься астрологии но не то чтобы всерьез но я и действительно увлеклась вот а пришла я вот именно после какой каких-то череды каких-то значит неприятностей в своей жизни в том смысле что ничего не получалось профессионально я у меня никак ничего не складывалось хоть я вечно подавала везде надежды была говорливая вроде смекалисты ну что-то вот я не задерживалась ни на одной работе вот у меня не складывалась личная жизнь у меня было очень много поклонников но ни с кем не не создавались такие отношения которые бы ну можно было принять за серьезные вот и все время какая-то финансовая вот это вот тягомотина то есть вот с какой бы стороны я не трогала свою жизнь она вообще меня не удовлетворяла и тогда как-то я вот послушав информацию ну понятно что у нас все равно где-то на подкорке есть да что астрология она занимается прогнозированием жизни и так далее я подумал что может я через астрологию пойму чего такое со мной не так-то где у меня в общем-то сломано то так как где где починить и я стала интересоваться астрологии и вовлеклась но знаешь когда я действительно скажем так всерьез стала тратить время на астрологию когда я создала свой первый прогноз ну там где-то может быть около года я там прогнозировала я имею ввиду период и в течение этого года в этих периодах когда я ожидала события они происходили и для меня это было настоящее волшебство вот это был год открытий после которых я искренне заинтересовалась этим языком и вот я до сих пор в нем а потому что я считаю что это символический язык который описывает нашу жизнь да и я до сих пор а все время в полном восхищении от того как он может точно рассказать о том что произойдет человеком ты сейчас использовала запрещенный для меня прием хорошем смысле я люблю поклонник большой лингвистике ну вот просто как предметы и изучаю разные языки не на уровне что я хочу разговаривать на этих языках а я на них как на модели как на системы и это там такая интересная история как себя ведут глаголы как ну в общем и и если смотреть на астрологию как на язык или на таро это же тоже символьный язык ну конечно да мы выходим вообще сейчас на какой-то уровень метафизики по сути любое событие и любое любая наука любое все что угодно это какой-то язык который разговаривает с нами там ля 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 с человеком да как есть фраза она немножко эзотеричная типа иногда боль это единственная единственный язык с которым вселенная говорит нам что что-то не так единственное средство и так у меня прям старитейлинга на несколько постов про астрологию вообще-вообще я всегда вот если меня спрашивают что такое астрология да мы начали с того что тут ее как бы академики выразили к ней свое отношение и сказали что она лженаука на самом деле я вот за 20 лет сколько я как бы нахожусь в этом знании а что такое нахождение в этом знании это значит что есть целая библиотека с которой я подружилась да который стал источником этих знаний вот это значит что есть люди которые скажем так ну создают такую ну элиту может быть нашей астрологии с которыми я лично знакома ну российская я имею ввиду да и через них через их мастер-классы через личные работы с ними я пытаюсь для себя создать понимание что есть астрология так вот для меня это нисколько не наука вообще потому что ну как человек который сейчас получает как бы маги магистрскую степень по клинической психологии я понимаю что такое наука вот я по всем правилам этой науки написала сейчас магистрскую диссертацию нет астрологии конечно не может попасть под эти правила но да и зачем а научное не значит четко работающее не значит эффективное может быть эффективное может быть совершенно не прикладное правда а вот астрология это собственно говоря знание для жизни оно берется оно прикладывается к ситуации и она работает на эту ситуацию и для меня это намного важнее чем любое научное ну например теоретическое да но все прекрасно только она в жизни не имеет никакого отношения поэтому если меня спросить что такое астрология то для меня это язык это язык жизни метафорический или символический и я считаю себя переводчиком этого языка это это прям очень ну вот мне самое сердечко попадает такое понятное близкие для меня и я сейчас ты рассказываешь а я все время вспоминаю свои случаи свои и своей жизни как я что-нибудь вот это из астрологии для себя забирала адаптировала и как мне это помогало в антистресс это это ужасно это возмутительно я собиралась спорить и как бы изобличать я сейчас заодно вспомнила про наука конечно я вспомнила про то что ватикан официально признал что земля круглая и не является привинченным объектом 1993 году да 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 это тоже возбудительно как бы наука ну не да у нас некоторые вещи отстают друг от друга к сожалению вот эта вот история про ну как бы про то что это лженаука про ее вот эти какие-то выпады в ее сторону вообще любые да ее критика она дает некую такую посылку тому чтобы астрологию со здравым смыслом развести по разные стороны вот вот я здесь вот противница прям этого однозначно потому что на мой взгляд астрологии и здравый смысл вот если они не дружат то астрологии не работает она просто не рабочая если эта фантазия простая все все тогда можно блогеров смотреть вот на ютубе этого достаточно они ничего плохого не говорят но и хорошего тоже да я имею ввиду астроблогеры вот настоящая астрологии и здравый смысл они будут рука об руку иначе не работает то есть магия случается только при наличии здравого смысла безусловно да да еще при наличии определенной системы становится понятнее вообще смысл вот этих табличек и домашек в табличке этой фразы у меня все учтено у меня ты знаешь же дело в том что на самом деле профессиональный астролог он работает с огромным количеством информации просто гигабайтами терабайтами конечно вот и для того чтобы вот эту всю информацию смочь сначала разделить а потом как бы собрать воедино в единую картину нужно уметь структурировать поэтому хороший профессиональный астролог обладает мощным интеллектом который умеет структурировать отсюда у меня все время таблички боже мой синтез и анализ пошли в час да 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 это что-то для меня но большое открытие для меня вот что это хорошо я сейчас попытаюсь сама себе еще продать астрологию это же звезды планеты до солнечной системы планеты звезды в меньшей степени с интересует но солнце это единственная звезда да которая нас в общем-то сильно возбуждает астрологов а все остальные звезды они вторичны хорошо как я для себя сейчас попытаюсь вообще время от времени пытаюсь объяснить влияние ну вот благодаря чему астрология как-то там работа и действия я для себя приняла что они же как научный такой немножко подход луна и прочие-прочие планеты они состоят из каких-то веществ химических физических вот самое простое мы видим полнолуние новолуние как океаны реагируют я такая ну раз океаны реагируют они из воды а люди из воды то мы точно будем реагировать на полнолуние и новолуние хорошо а тогда значит и другие планет планеты они же я с минералами с камнями они состоят из минералов минералы так влияет на человека это вообще огромный там кусок летает минералы то наверное что-то в этом есть но за счет чего они влияют эти планеты на нас таким образом слушай ну на этот вопрос на самом деле нет ответа вот его не было вот когда это все зародилось да когда эти соотношения за были замечены только связи но в основном же было раньше когда раньше там у истоков астрологии была затменная астрология да вот эти все затмения потом новолуние полнолуние и так далее но вполне возможно что есть эти два процесса надо развести в том смысле что вот это полнолуние новолуние который влияет ну я полнолуние новолуние это циклы солнечно-лунные да вот они действительно влияют они на природные явления влияют они влияют непосредственно на наше психическое самочувствие я вот когда работала как медицинский психолог в неврологическом отделении мне там врачи говорили о том что на самом деле сильнейшее напряжение люди испытывают в полнолуние и затмение это вот они по своим пациентам увидели то есть они имея прям вот мне вот это в глаза вполне себе заявили хоть это люди от науки но как бы от факта не могут как креститься кистики да не скроешься да но с другой стороны а если мы говорим вообще про как бы всю солнечную систему которую астролог наблюдает и пытается проанализировать ее соотношение с событиями в жизни конкретного человека то вполне возможно это просто некий синхрон который как бы который как раз таки астролог видит то есть происходит какое-то движение планеты да и в жизни человека это это движение показывает что в жизни человека в это время скорее всего сложится вот такого рода обстоятельств то есть это как бы две параллельные до реальности но чем они между собой сыну как бы соединены непонятно но происходит что-то в одной реальности и происходит что-то в другой реальности в это же время это очень интересно да и очень сложно надо признать вот так вот на самом деле мне кажется это сложно понимается пока не включишься в это да то есть пока ты сам не увидишь что в твоей жизни происходят какие-то события ну вот например если ты родился родилась в последнем при последних градусах рака или первых градусах льва да то тогда плутон транзитный плутон должен или ходить по твоему солнцу сейчас но буквально с 22 года или он с 20 но в этом году первый раз зашел может быть на твое солнце потому что буквально вот у тебя там ну солнце один градус проходит в день поэтому там небольшая разница отсюда вот можно сказать что скорее всего там 22 23 год это уже было время которое или тебе показала или только вот процесс начался каких-то больших твоих личных перемен тебя как личности то есть зреет в тебе что-то совершенно другое что какие обстоятельства для этого сформировались да в каких обстоятельствах возревает это но это покажет твоя карта рождения где солнце стоит в дом но по большому счету даже ничего о тебе не зная но понимая что на небе плутон проходит определенный сектор зодиака я уже могу сказать что ты находишься в состоянии огромных внутренних перемен и через года два же не ты себя не узнаешь я очень надеюсь на это между прочим я за неделю переставила дважды мебель в квартире чтобы это плутон это шутка конечно нет вот он так и не дает сатурн сатурна с границами сатурн связан с границами да да но может быть он действительно какие-то резонансы делает но вполне возможно что просто вот эти все события которые в своей жизни сейчас происходят том числе и перестановка мебели она же но не сама по себе происходит а благодаря какому-то ну какой-то идеи да которая до которой у тебя появилась ну и плюс я думаю что не только перестановку мебели ты можешь помнить за этот год наверное еще что-то более серьезное ты может не рассказывать просто я о том что вот зная как себя ведет планета на небе и понимая даже хотя бы одно положение одного элемента в карте рождения уже кое-что можно сказать о том какой период проживает человек это очень интересно я знаю только что у меня венера в первом доме это очень интересно большое счастье и меня когда туда принимали мне сделали вот эту натальную карту и ничего не помню помню только что я когда ну что-то сначала значит мне сделали про меня натальную карту и потом что-то у меня спросили я что-то ответила и мне человек который делал наталью карту я же вижу венера в первом доме я запомнила навсегда ну вот это очень интересно все предотвратить надо возглавить хорошо согласно логию в арсенале арсенал перемены да были я сегодня нашим зрителям внесу контекст я сегодня сегодня же да обещала посмотреть гороскоп который ты у тебя на канал я посмотрела и таня там говорит раки внимание никуда никаких отпусков никаких отдыхов у вас все равно этого не получится работы в январе я думаю как раз запланировала весь январь у меня просто ударный еще когда планировала в конце декабря эфир станет планировать у меня тут много времени типа каникулы я эфиры буду проводить пожалуйста прогноз в руку и хуже того не смотрела еще гороскопы на вот на прошедший год 23-22 я смотрю это совпадение вплоть до дат когда у меня там были переезды и всякие перемены причем переезд например я переехала внутри москвы но мне все равно был переезд и вообще ничего не предвещала но я решила вот за две недели и я жила уже в новой квартире как это работает но это работает по урану вероятно но если меня спрашивать как астролога я бы сказала что вероятно энергия урана вот я ничего не знаю про уран но в общем вот ну мне знаешь кажется что вот если ты говоришь берем астрологии на вооружение мое мнение что во первых астрологии если не говорить про профессиональный прям уровень да когда ты консультируешь человека когда тебе нужно создать очень очевидный понятный для него еще объяснить прогноз а для себя астрологию выучить это это очень полезно просто для того чтобы иногда это было подспорьем например вот меня спрашивают как ты планируешь свою жизнь ты действительно ее планируешь по звездам да нет нет я ее планирую с головы я хочу и планирую вот имеется ввиду что я хочу то я и планирую другое дело что тогда я спрашиваю себя насколько в данном промежутке времени который я там беру во внимание да эти мои планы будут реализованы и в каком ну в какой степени да в какой какой процентовки и вот в этом плане уточниться мне помогает астрология то есть я понимаю например что там я хочу запустить ну предположим новый курс да и я понимаю что мне его нужно запустить вот примерно в этот период потому что ну самое хорошее вот у меня время прогностическое открывается для подобных для для подобного вида ситуации я понимаю что мне нужна какая-то поездка но предположим я куда-то хочу отправиться отдохнуть но отдых может быть сорвен ведь правильно всякие бывают ситуации когда мы вообще не поняли мы отдохнули или где и тогда я посмотрю когда мне лучше спланировать это у меня понятно есть окно но внутри него я тогда ищу вот благодаря прогнозу я нахожу самое оптимальное время вот так я и работаю так я и живу и вот я как раз таки именно в таком контексте и предлагаю учиться астрологии любого может быть иногда стать еще профессиональным прогнозистом и зарабатывать на это много денег но это уже другая история я сейчас вспомнила про своих друзей айтишников у которой вот склад ума очень такой они могут прогнозировать работать большими датами там среди них много каких-то талантливых скрытых астрологов может я думаю что очень много вот это значит вспомнила билла гейтса у него на самом деле но это же тоже айтишник правильно я же ничего не путаю так вот у него на самом деле гороскоп астролога у него очень сильно работающий уран гороскопе это прям четко когда уран работает на планеты которые отвечают за нас сами за нашу личность или за наш интеллект это один из признаков того что человек прекрасно может работать с каким-то и метафорическим языком ну в первую очередь астрологически но это может быть и любой другой вот из программирования это же метафорический язык безусловно боже мой сейчас мы вскроем просто всех гения в современности я кажется что они все астрологи для меня это выглядит вообще как приключение как лунопарк какой-то бесконечно так хорошо а затмение а что затмение сейчас модно даже рилсы залетают во всяких субсетях запрещенных или годриковой впадины залетают рилсы про коридор затмений даже у меня есть такие рилсы где идут голливудские звезды типа этих в общем джеймсов бондов всякие не идут из разных фильмов и у меня написано ретроградный меркурий и ретроградный марс что-нибудь такое вот и то есть я вижу с одной стороны очень большой интерес просто вообще у людей у всех к этой теме с другой стороны я вижу как на этой теме спекулируют манипулируют может у меня просто про деформации и я вижу то что не является спекуляция я считаю это спекуляцией как людям не сориентироваться что ли в этом всем потоке информации сколько может быть сколько какого объема информации достаточно чтобы человек разобрался плюс-минус и и вообще куда например бежать куда идти вообще для того чтобы использовать это для себя и просто ориентироваться в текущей ситуации своей да не прогнозировать надолго не очень много нужной информации иметь в арсенале достаточно просто понимать как движутся планеты здесь и сейчас какое расположение планет непосредственно в карте рождения своей да и какие резонансы те планеты которые здесь сейчас двигаются они дают на твою карту эти резонансы просто нужно уметь во-первых находить во-вторых толковать все по сути дела это четыре шага вот другое дело что если это пытаться начать изучать с помощью youtube прогнозов то скорее всего вообще ни к чему не придешь абсолютно потому что на сегодня ну ты права совершенно это на этом спекулирует об этом это обсуждают и интерпретируют абсолютно непрофессиональные люди то есть те которые вообще к этому не имеют никакого отношения и собственно говоря но они бы так также могли бы рассуждать про балет как и про астрологию потому что вот они ровно столько же про нее знают ну про про этот да вид искусства поэтому мне кажется что нужно во первых выбрать или по крайней мере это должна быть написанная книга в которой весь вся эта информация уже есть загодя она просто ее бери читай используй или специалист который у которого голова на месте который это уже всю эту воду убрал весь конструкт этого создал этого знания да и он просто тебе его может передать а при том что вот на самом деле например у меня есть новичковый курс и на нем буквально за две недели все это происходит у людей формирование вот этого знания две недели две недели да я же говорю когда убираешь всю эту воду все вот эти вот пассы и так далее да и вот это только самую важную и нужную информацию оставляешь то две недели достаточно чтобы человек и понял о чем речь до использовал для себя то есть каждый шаг он реализовал на практике и уже вышел в понимание полноценно я думала это года два учиться года 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 два вот астрология она к счастью не наука поэтому она больше похоже на философию в ней есть некие слои да вот и то есть вот есть какой-то самый такой простой слой как раз который о котором я говорю это такой но у слой который не насыщен информации глубиной инсайтами понимаешь вот этим всем до раздумьями рефлексии это больше технический слой и он как раз таки нужен для того чтобы человек использовал астрологию для себя каждый день но если он хочет конечно же понимать больше о себе о своей судьбе потому что мы рождаемся с определил с определенной уже ну некой картинной да карты по которой мы пройдем жизни конечно же за две недели эту карту не растолкуешь ее невозможно расшифровать потому что нужен определенное сначала вот это вот глубина понимание этого символического языка и вот это уже следующий слой вот вот когда ты погружаешься в эту глубину символики да и тогда тебе открывается например а смысл твоего существования на этом белом свете это вот как раз про карту рождения сейчас я говорю и третий слой очень 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 глубокий но очень емкий по информации это слой качественного прогноза когда ты можешь себе долгосрочные прогнозы делать на многие годы вперед и уже строить даже стратегии целую жизнь исходя из того что понимаешь карту и понимаешь прогноз но первоначально достаточно вот этого вот технического слоя ты сейчас рассказывала как про изучение математики но она уже происходит но правда пока мы дойдем до тригонометрии надо или как про азбуку сначала мы учим буквы и что-то письмо пишем а потом можем написать на роман вот ты вот и права да то есть все же начинается с того что мы а бвгд изучили да мы ее сложили в какие-то там ну части потом у нас получилось слово потом слово с несколько слов предложения и потом через время открывается глубина через эти слова то такая глубина которую не за люди всю жизнь проживают вот тоже самое астрологии поэтому как бы глубину ее нее можно погружаться в бесконечности я 20 лет астрологии я до сих пор студент и мне очень нравится на самом деле это я студент не потому что я чего-то не знаю у меня совершенно уже нет синдрома самозванца я только консультации провела у меня столько обратной связи я понимаю прекрасно что этот символический язык моих руках работает слава богу я невероятно горда этим вот и очень благодарна вселенной потому что я чувствую что это ее рука в том числе но то что мне интересно погружаться дальше и вот это меня приводит к тому что я ищу учителя и иду к нему и все еще вот познаю и познаю вот эти разные срезы и ты с таким вдохновением об этом говоришь да но это на самом деле такое счастье заниматься а вот именно тем что что тебе нравится да для чего ты как-то заточен изначально нужно я тоже говорю о своем деле который я нашла случайно про камни и я говорю найди себе дело по душе и ты не будешь отдыхать ни одного дня в жизни совершенно верно нет отдыхать вы не будете потому что все время что-то хочется делать изучать куда-то бежать что то у меня еще вопрос на вот эти рекомендации типа общие рекомендации астролога насколько они могут быть но применимы или вообще корректно если они общие типа рекомендация на месяц или рекомендации не знаю на период затмения того же ну если мы говорим про рекомендации на период затмений то в целом они применимы даже если мы учтем что не у всех восьми миллиардов человеков на земле на самом деле какое-то затмение конкретно взятое что-то делает судьбе да ну то есть как-то отражает какое-то событие в судьбе само по себе это время когда вот солнце и луна находятся в такой позиции по отношению к земле да вот эти три космических тела у них энергии очень много и вот это время очень травмоопасное оно вот связано с плохим самочувствием людей оно связано с принятием каких-то решений неудачных таких вот необдуманных это же по сути дела частный случай полнолуния или новолуния затмение вот отсюда можно сказать что если мы говорим про лучшие рекомендации на затмение то они вполне рабочих имеет смысл придерживаться но если мы говорим про например рекомендации для всех 500 миллионов какого-то представителей какого-то знака в месяце то скорее скорее эта рекомендация настолько размытая настолько общее то она в кого-то попадет а в кого-то нет вот потому что солнце ну наше солнце до будучи даже в знаке каком-то определенном она не так сильно реагирует на какой-то полону там положение планет вообще как мы все просто как живые существа на вот этот солнечно-лунный цикл который затмение себя представлена как бы часть солнечно-лунного цикла до затмение вот поэтому я почему вот собственно вот этот первый технический срез провожу в качестве новичкового курса да для того чтобы люди не глубоко копали но они уже слушая астролога на ю тубе том же далее читая вот они уже понимали что имеет отношение к ним а что нет они еще пока не умеют качестве интерпретации глубокие давать но они уже понимают что астролог говорит например что меркурий будет аспектом идти на мой знак да ну на моё солнце и делать какой-то ну как как какую-то проблему создавать но на самом деле случае лично меня он этого не будет делать вот это вот это уже разницу они будут понимать прекрасно сейчас похоже на меня не не просто на прогноз погоды в какой-то стране какая-то карта климатическая например если бы я захотела вырастить условно клубнику в этом году и я бы посмотрела конечно на прогноз погоды как конкретно в этом районе что как клубники будет хорошо или нет да или наоборот тут надо какую-то не знаю другую культуру выращивать ну да на календарь то вот и лунных фаз то лучше посмотреть конечно календарь огородника даже он же собственно говоря на на лунных фазах весь и построен я знаю про лунный календарь я им никогда не пользовалась не выращивала сад будучи ребенком я попросила у родителей землю и они мне подарили и у меня там был сад не сейчас когда у меня значит 40 кустов орхидей ну ух ты цветут вон как миленькие но я просто понимаю когда их политики когда поудобрять ну в общем но если я начну смотреть лунный календарь боюсь я свою интуицию куда-нибудь про кукаю пока не буду смотреть ну хорошо хорошо а ты можешь а-б-тест сделать одно растение по лунному календарю другое по интуиции я наверное даже проще поступлю как человек ленивый я просто например когда я захочу следующий раз пора воспалить помыли пора вас поудобрять я посмотрю в лунный календарь чего сегодня за день и я сразу пойму если там написано что сегодня вам надо удобрять я пойму что я и так все удачи ну что ж это тоже выход тоже выход да но это интересно и это опять же это научный подход на минуточку вполне а бтс и вот это все по моему астрологи очень хитрые как мы выясняли полагаешь да может быть даже кто вам кто объявил что астрология лжи наука российская академия наук мне кажется вы подговорили российскую академию наук заявить скучный инфоповод самом деле по крайней мере вот то что ты рассказываешь и я в это верю ты обосновываешь какими-то понятными штуками что такой подход ну прям с наукой со статистикой с языком это у меня сейчас куча инсайтов короче да это круто хорошо это хорошо что я тебя как бы вдохновила на инсайты вот кстати это то что я люблю в астрологии да то что когда ты поработаешь с этим языком метафорическим на самом деле очень много инсайтов появляется вообще глубина жизни на мой взгляд ну понятно что она может приходить просто того что ты переживаешь события да ты о нем думаешь но вот еще когда ты его видишь со стороны как в это время звезды расположились по отношению к твоей карте ну планеты лучше сказать они звезды да ведь каждая планета она рассказывает она символизирует принцип да то есть юпитер от сатурна очень сильно для астролога отличается потому что если сатурн что-то сделал по отношению в нашей карте то мы ждем события одного характера а если юпитер то совершенно другого можно сказать а не антагонисты и вот когда мы видим какое-то событие ну по крайней мере я как астролог да и все таки как человек который проживает свою жизнь никуда не деться от этого я мало того что чувствую что-то да я знаю его по факту это событие я еще его отсматриваю вот так вот через этот инструмент астрологию да и я вижу другие грани этого события вот эту эту какую-то знаешь вот эту какую-то глубину и смысл который мне например как человеку который просто переживали сейчас его как непосредственно кто в роли находится да не открывается это вот эта глубина этот смысл а вот как астрологу открыт это очень красиво и я сейчас подумал что планеты же названы по именам богов да да то есть они и и что и действительно совпадают по характеру вот меркурий общительный да да действительно так но меркурий это был такой да тот кто передавал посланец посредник и действительно люди например у которых не просто солнце в близнецах ну например заполненный близнец а там у них несколько планет они же очень очень динамичные они крайне подвижные они они могут все что угодно с чем угодно совместить вот если ты знаешь близнецов то близнец это такой ох какой он смекалисты как он быстро все соображает куда бы чего бы где-то прикрутить к чему-нибудь кому-нибудь то есть а все равно на мой взгляд просто астрология к сожалению не имеет такого финансирования да по идее вот если вернуться к тому почему наука стала наукой все-таки в нее вкладывались большие средства да и появлялась вот эта мат статистика как как бы повторяемость и так далее в астрологии чтобы астрологию как-либо доказать нужны весьма солидные суммы для того чтобы провести серию тестов потому что ну как мы понимаем все таки мы изучаем жизнь в ней ситуации крайне нестандартные каждая сильно отличается друг от друга ну в общем понятно что надо набрать эту статистику сначала очень качественную да для того чтобы что-то доказать какие-то связи но если вот мы говорим про империку про наблюдение то безусловно но как бы каждый знак он хорошо соответствует нет представитель каждого знака да если он на самом деле представитель по солнцу он такой и по каким-то другим планетам он хорошо соответствует описанию знаешь как даже у меня был один преподаватель и он говорил вот если вам человек ну как бы вот вы увидите он вам кажется одним ну и он презентует себя как один но в карте вы видите совсем другое верьте карте и это на самом деле правда ну потому что человек может все что угодно нам рассказать о себе да но вот то как он соткан внутри он никогда не расскажет но мы увидим я еще вспомнила смешное я оказывается год назад составляла сама инфогороскоп для разных знаков а у меня курс про то как люди учатся как учиться учиться там писала дело условно что-то прочитайте все предварительные пройдите все предварительные материалы еще до того как курс начался пройдите все предобучение соберите все материалы заколебайте всех куратора ну что такое у меня несколько таких выпусков про несколько знаков вышло и все ухахатывались и писали что это проник так вот да если человек и дискредитация профессиональной астрологии все произошло у меня сейчас я нечаянно прошу прощения сейчас вот вопрос вот тогда пишут вот такие гороскопы да что происходит как себя чувствует астролог настоящий ну что происходит наверное а настоящий астролог он же мудрый человек вот он он должен понимать что даже вот такие вот гороскопы появляются и кто-то является потребителем я их помещаю в разряд развлечений развлечения то есть это развлечение ничего оно общего с астрологией реально не имеет но тем не менее я думаю когда ты например составляла эти рекомендации все таки ты брала характеристики знаков правильно ведь да да я брала и характеристики знаков и и какие-то свои наблюдения и потом те сценарии которые ну я насмотрелась двадцатого года уже почти 2000 проверив я уже вижу какие-то паттерны и я их просто назвала их этими там лев рак вот они вот так вот ну то есть все равно в основу были положены да а те эмпирические знания которые в астрологии существуют да ну а дальше это было просто ну развернуто в как бы как ты как ты решила поэтому когда я вижу это ну в общем я понимаю что у этого какая-то есть определенная задача надеюсь автор ее решил по сути дело для меня это не является каким-то ущербом для астрологии но на самом деле все таки если чтобы наш зритель понимал чем вот все ну вот такие вот прогнозы которые созданные ради привлечения внимания удержания до отличаются от профессионального прогноза тем что профессиональный прогноз все таки работает с реальным человеком с его жизненным контекстом да и прогноз строится не на основе положения солнца в знаке а на основе всей карты рождения да то есть если мы берем во внимание что у нас карте рождения как минимум есть девять планет до 10 даже да солнце это звезда все остальные у нас планеты они тоже расположены по каким-то своим знакам у нас еще и есть в карте рождения сектора в которых эти планеты стоят это дома гороскопа да это обстоятельства жизненные в которых живут эти принципы планетарные то в таком случае мы просто знаете погружаемся совершенно другой мир мир конкретного человека и вот когда ты делаешь прогноз ровно ему на основе всего этого конечно это совершенно другая другое качество прогноза и его реалистичность реализованность у меня сейчас большой вопрос как вообще люди это пронаблюдали и зафиксировали сколько лет астрологии более пяти тысяч более пяти тысяч лет это это знание которое у которого огромная история поэтому наблюдений много чем как бы астрология берет тем что астрологи совершенно разных эпох до и даже будучи в одной эпохи не сильно связаны вообще как либо друг с другом уж точно незнакомые они наблюдая одно и то же явление на например на небе как она там резонирует с карты рождения они делали одни и те же выводы вот это совпадение да то что мы по сути дела получаем знания из разных источников но это знание не но не идентичные но крайне похожие поэтому вся астрология она построена на наборе таких знаний кто первый начал записывать вообще наблюдать насчет того что ну насколько я знаю по истории не то чтобы помню пять тысяч лет назад все таки меня еще не было но древние волхвы это было племя да которые вот как раз таки в котором это эта деятельность была активно развивалась и они как раз таки регистрировали затмение и они были первыми такими но прогнозистами которые ну как пять тысяч лет назад это все было актуально только для государств и царей да то есть это это не если для простого люда не создавался прогноз безусловно но потом он уже вышел в народ ну конечно это был уже ближе ближе к нашим тысячелетиям то есть себе позволить могли только какие-то очень люди богатые при власти и так далее да да потому что очень длительное время а все-таки астрологом был ученый человек да то есть астрологии это было естественное продолжение интеллекта любого ученого человека который знал математику геометрию астрономию это же была астрономия по сути дела для них тогда астрологии вот и они не разделяли вообще того что это что-то антинаучное это научное это это был комплекс знаний который давал человеку этому мудрому человеку понимание представление о мире о судьбе но потом у нас вот как раз после того как ньютон открыл свои законы да и на основе них все-таки технологическая революция произошла постепенно то вот астрология отошла на второй план по моему в тридцатых годах до тридцатых годов прошлого столетия еще ее преподавали даже в каких-то университетах в европе астрологию астрологию астрологии очень долго была университетской программой ну когда университеты стали открываться астрология полада одной одним из предметов которые преподавали медикам ее преподавали до последнего тридцатых годов европе зачем дело в том что вот как раз таки карта рождения она очень неплохо показывает энергетику человека а также показывает но то какие у из уязвимые места в теле человека то есть там это очень хорошо видно из карты рождения то есть какие как какие органы системы органов как работают как они функционируют и когда в них может сбой произойти но сейчас конечно современная медицина она не пользуется этим безусловно а вот а китайская например медицина она точно также использует астрологии китайская и вообще вот восточная они все равно у них включена астрология они там с планетами так или иначе какие-то прогнозы делают то есть по сути это узи или мрт до того это один из инструментов диагностики я согласна конечно ни в коем случае мы не это не можем сравнить полноценно просто это один еще один инструмент диагностики и мне сейчас нравится как я фантазирую сижу а астролог меня останавливает нет это не так вместо того чтобы сказать да конечно это магия очень интересно но меня просто бесконечно будоражит сам вопрос как люди однажды начали это все записывать что-то с чем-то сравнивать искать какие-то взаимосвязи как что ну как это это сколько у них сотен лет на это ушло я думаю что да скорее всего это все таки про то что эти наблюдения были не не одну жизнь до человеческую и они скорее всего может быть как задачи передавались по на папа по некому наследию и в какой-то момент это уже оформилась в знании ну вероятно так я просто сейчас у меня прям эта минута благодарности какой-то я сейчас испытываю столько благодарности вообще всем тем людям которые раньше жили и вообще все фиксировали записывали историю прогноз погоды вообще все что угодно благодаря чему накопился вот этот объемный вот это да да ну столько знаний которые мы можем слоями смотреть видеть взаимосвязи это вот зачем надо было до людям фиксировать какие-то солнечные затмения которые вообще там случается крайне редко они может его никогда не увидят вот ты знаешь это очень хороший вопрос же и мы возвращаемся к началу на самом деле нашей встречи да когда мы говорим о том что мы взрослые люди и мы как бы мы имеем какие-то определенные обязательства в жизни и поэтому нам нужно спланировать и спрогнозировать события которые будут дальше да чтобы собственно говоря что-то пресечь или чем-то воспользоваться если это что-то положительное я думаю исходя из таких же убеждений было и накопительство этими знаний то есть вот именно потому что мы хотим контроля над жизнью мы хотим понимать что будет дальше для того чтобы нам было в этой жизни безопасно и еще я думаю ну я надеюсь что люди просто были такими любопытными как дети бывают знаешь когда им все интересно это такое восхитительное состояние я думаю что в том числе наверное может быть и любопытство тоже повлияло на это слушать но тут наверное много факторов но мне кажется что просто так на небо смотреть да при том что они же не знали когда там затмения будут первые первые волхвы вообще мы как бы просто видели это да а это они потом уже начали эти циклы высчитывать это они очень качественно и долгое время было вычет этих циклов но затмений тем не менее вот зачем-то они поднимали глаза на небо что-то их там привлекало но мы можем предположить что они просто были плохо образованные люди вот поэтому что-то их там привлекал у них было магическое мышление это бы нам наверное сейчас сказал какой-то ученый человек он бы все нам объяснил вот но как оказалось просто этим-то занимались астрологии лучшие умы человечеством когда-то которые уж точно необразованными людьми но никак не могли быть но они почему-то глаза к небу постоянно приподнимали ну и во первых это очень красиво да это звездное небо когда без вот этого синтетического ну да да просто бесконечно красивая история и так хорошо и и даже без и я на этом красивом моменте даже на немножко недоговоренности оставить да будем оставлять многоточие потому что об астрологии можно всегда говорить все равно это будет еще про на что-то после про что-то да я потом у тебя еще раз попрошу приглашу тебя еще раз в эфир да спасибо вот спасибо всем и я из скептика просто чувствую сейчас переметнусь на на другую сторону баррикад но еще подержусь конечно не торопись не надо все обдумать да да я еще повозмущаюсь у меня да у меня еще в этом возмущении в этом состоянии поиска я еще каких-нибудь инсайтов себе найду спасибо большое да и тебе женя спасибо большое тебе потому что какие-то были наверное у меня разговоры на камеру и без до об астрологии но мне кажется вот как-то я понимаю что сейчас я достигла какого-то ну знаешь вот как какой-то экзальтации ну текущей экзальтации да в вопросе того чтобы рассуждать на на эту тему я очень на самом деле рада что мне есть что сказать вот при пришла бы я там десятью годами раньше и ну это было бы куда более какая-то такая скудная речь моя да об этом но вот эти 20 лет прожитые в этом они дают мне возможность много об этом рассуждать я очень надеюсь что я рассказываю интересно и может быть это даже вкусно я тебе позволю это слово да об этом знании да и у тебя очень красивый подбор слов и метафоричный такой язык я это отдельно еще раз переслушаю и по выписываю и буду пользоваться по набору и у тебя цитат ну хорошо хорошо спасибо большое спасибо тебе огромное счастливо и до встречи до встречи да все пока пока